Суверенитеты, будь то финансового, вообще суверенитета страны, экономического суверенитета, они все связаны между собой. Потому что суверенитет страны, политический суверенитет, экономический суверенитет не может быть без финансовой устойчивости, без финансового суверенитета. И наоборот. Помните, классики еще говорили, что политика это концентрированное выражение экономики. Очень мудрое, кстати говоря, высказывание. Экономика без финансов, экономика без устойчивости бюджета, без устойчивости валюты, без устойчивой работы финансовых институтов не может существовать. Поэтому все между собой связано, и когда мы говорим о финансовой устойчивости, финансовой суверенитете, то, конечно, мы должны понимать о том, что не будет финансовой устойчивости, не будет и экономической устойчивости, и суверенитета. И наоборот, потому что все между собой очень связано. Если рассуждать о том, что такое вообще финансовый суверенитет, то есть каждый для себя может дать ответ. В принципе, знаете, если мы говорим о финансовом суверенитете, то даже если мы спустимся от государственного финансового университета до суверенитета региона, предприятия, даже семьи, в принципе, основы финансовой суверенности, устойчивости, они везде одинаковы. То есть можно везде сказать о том, что что такое финансовое, ну, университет, суверенитет, много денег, да, не заботят долговые проблемы, никто на тебя не спрашивается за долги, которые ты когда-то накопил. Ты сам себе режиссер своих финансов, да, ну, так и с такими общими словами. На самом деле это распространяется на любые виды финансовых суверенитетов. Для семьи это то же самое, для предприятия не быть закредитованным и рассчитываться и вести свою деятельность независимо от внешней среды, тоже является своего рода суверенитетом, финансово независимым, финансово независимостью. Для региона и для страны, конечно, и, конечно, для страны. И когда мы говорим про финансовый суверенитет для страны, то, конечно, это такая финансово самодостаточность, независимость от внешних факторов. Это касается и бюджета, потому что бюджет, я считаю, что одна из основ финансовой суверенности, финансовой самостоятельности страны. Это касается валюты. Вот Ольга Николаевна сейчас здесь наверняка тоже вам рассказывала о том, что независимость валютного курса от внешних факторов очень важна для стабильности экономических отношений, потому что прогнозируемость валюты – это основа для того, чтобы экономическая активность, торговля внешняя развивалась и могла успешно устраиваться, что называется. Это, еще раз повторюсь, бюджет, это валюты, это финансовые институты, расчеты. И чуть попозже мы об этом поговорим, потому что попытки вот сейчас санкционного давления, попытки навязать нашу страну определенные ограничения, в том числе и финансовых расчетов, если бы у нас не было своего собственного финансового счета, который Центральный банк последние годы создавал, нам было бы очень сложно. И поэтому создание такой финансовой независимости – это задача тех государств, которые хотят проводить свою независимую политику. Потому что, если ты встроился в какую-то систему, если ты не автономно принимаешь решения под руководством более крупных игроков, ну, тебя это не заботит. Но если ты самостоятельный, если ты проводишь независимую политику, если ты страна, которая проводит свою собственную политику и зачастую которая не совпадает с мнением других стран, а это очевидно, потому что у каждой страны есть свои интересы. И вот такой страны, как у России, особенно, то, конечно, финансовый суверенитет – это очень важно. Кстати, вот те санкции, с которыми мы сейчас столкнулись, и ограничения, которые до сих пор все еще принимают, они как раз и нацелены на то, чтобы поколебать нашу финансовую независимость, в первую очередь, экономическую независимость. Сделать так, чтобы нашим гражданам было больно, наши граждане почувствовали высокую инфляцию, наши граждане почувствовали неустойчивость, в том числе и валютных курсов, невозможность расчетов. На все это были нацелены санкции. И чтобы наши люди сказали, что эти санкции нам мешают жить, и эти люди высказали свое недовольство. Вот на что наши западные страны применяют эти санкции. Потому что именно на то, чтобы в том числе и поколебать нашу финансовую устойчивость. Но они ошибаются, потому что прекрасно понимают, что в сложных условиях наша страна, наоборот, сплачивается вокруг руководства, вокруг лидеров страны. И, наоборот, таким образом преодолевает эти сложности более уверенно, устойчиво и так далее. Они просто недооценили потенциал наших людей. Но это другая тема немножко, это не связано с финансами. Но, тем не менее, для того, чтобы иметь независимую политику, еще раз тезис, да, независимую политику государств, нужно иметь и самостоятельность в целом ряде направлений, в том числе и финансов. Несколько, может быть, исторических моментов давайте вспомним. 98-е года, значит, потом все постперестроечные времена, дефолты Российской Федерации, невозможности исполнять свои обязательства. МВФ пришел к нам. Значит, финансовую помощь под конкретные политические уступки. Где тут, какой финансовой независимости, можно говорить. И многие страны так и живут, понимаете. Многие страны подпитываются от более крупных систем, более крупных стран, получая финансовую помощь, делают, выполняют те задания политические, которые сверху спускают. Под это получают деньги. То же самое и нам, когда Международный валютный фонд пришел, говорит, я вам дам денег для расчета по вашим долгам, только вы, пожалуйста, здесь сделайте это, это, не лезьте туда-то. По финансам это было снижайте расходы на силовые наши направления, повышайте тарифы на ЖКХ. Понимаете, это впрямую вмешательство в обычную деятельность государства. Это было крайне неприятно, крайне неприятно, когда кто-то тебе советует, да, как себя вести. Поэтому после вот этих периодов, конечно, мы больше внимания стали уделять именно финансовой независимости. А что это такое? Начнем, давайте, может быть, анализировать, какие это решения. Кстати говоря, мы все время живем в мире, когда на нашу страну вводят какие-то ограничения. Поэтому вопрос финансовой независимости, финансовой устойчивости и самодостаточности, это крайне важно. Последний был 2014 год, помните, это когда произошло воссоединение Крыма с Россией. Были введены секторальные санкции, были введены финансовые, технологические санкции. И мы более серьезно начали и раньше проводили такую политику, и с 2014 года более серьезно начали проводить политику по финансовой независимости. Что имеется в виду? Мы начали вводить элементы такой макроэкономической, ну, макроэкономической устойчивости. Для этого уточнили бюджетные правила, в первую очередь. Мы сделали курс плавающим рублям, потому что у нас, когда валютный курс поддерживается в стране Центрального банка, то, во-первых, нет четких экономических посылов, а какой на самом деле курс и что может с ним быть завтра в зависимости от разных условий. Потому что у Центрального банка для поддержания курса есть, конечно, золото и валютные резервы, но они тоже конечные. Плавающий валютный курс дает экономическим агентам ориентиры на то, какая будет складываться ситуация с ценами на валюту, с ценами на товары, исходя из реального валютного курса. Мы начали говорить о таргетировании инфляции и целый ряд других решений. В результате, кстати говоря, вот этих мер и бюджетные правила, значит, плавающий валютный курс, меры по созданию независимости финансовых институтов, у нас произошло доверие к рублю. У нас объемы вкладов граждан удвоились с 2014 года и сейчас составляют порядка 30, чуть меньше 30 триллионов рублей. И мы начали очень активно заниматься укреплением своей собственной финансовой инфраструктуры. Чуть позже, я же говорю, мы об этом более подробно поговорим. Речь идет о чем? О создании собственной системы платежных карт. Если раньше мы всегда пользовались визами, мастер-картам, не знаю, сейчас потом китайский UnionPay пришла система, то один из элементов финансовой независимости – создание собственной этой системы. Что произошло сейчас? Виза, мастер-карт нас исключила из своей системы. Если бы не было системы НСПК, национальной системы платежных карт, которую создавал Центральный банк, Ольга Николаевна лично занималась, наверное, рассказывала, я не слышала, о чем вы беседовали. Но, тем не менее, если бы этой системы не было, нам бы пришлось чуть-чуть туго. Или тот же самый SWIFT. Начались еще в 2014 году разговоры о том, что мы вас отключим, будете пользоваться факсами, телексами, письма в конвертах, направлять по финансовым транзакциям. Для того, чтобы преодолеть этот риск, создали свою систему, независимую систему платежных сообщений. СПФС так называемая, мы между собой говорим. Поэтому, все это позволило нам в этих нынешних условиях, непростых нынешних условиях, сказать и пройти вот эти самые сложные первые месяцы, пройти с тем, что наша финансовая система, ну, я могу сказать, что в целом выдержала тот удар, который был нанесен Российской Федерацией со стороны западных стран. Если бы мы не подготовились, если бы мы не принимали меры по независимости своей финансовой системы, к сожалению, были бы негативные последствия. И негативные последствия для наших граждан, которые не смогли бы расплачиваться своими картами, которые не смогли бы, значит, осуществлять платежи. Курс тоже рубля, значит, был бы более волатильным. Поэтому это все то, что было сделано в последние годы, последние годы позволили нам защититься от внешних шоков и вот этих внешних воздействий. Ну, давайте поговорим о основном, наиболее близком, естественно, элементе финансовой независимости, финансового суверенитета и бюджет. Да, мы уже с вами говорили о том, как бюджет влияет на финансовую устойчивость, и как извне могут влиять на этот элемент финансового суверенитета. То, что бюджет – это очень такой инструмент, очень тонкий. С одной стороны, бюджет – это инструмент для развития, для финансирования социальных проектов, для финансирования инвестиционных проектов, стимулирующий проект, здесь и налоги, здесь и расходы, здесь и ситуация и политика на долговом рынке, влияние на ставки в экономике. Это инструмент очень серьезный в руках государства. И этот инструмент используется на цели стимулирования экономического роста и роста благосостояния наших людей. Но, если здесь немного дать слабину, если здесь чуть-чуть отпустить вожжи, что называется, то бюджет может превратиться в разрушающий инструмент. Потому что, если не видеть горизонтов своих возможностей, финансировать расходы с учетом бесконечных заимствований, раздувать государственный долг, не видеть берегов, условно говоря, возможностей, это будет вести к инфляции, будет вести к подрыву устойчивости бюджета и всей финансовой системы, роста долгов. И, соответственно, если нет финансовой и макроэкономической стабильности, ну, о какой экономической стабильности или даже политической стабильности может идти речь. Поэтому, когда мы говорим о бюджете, нужно быть всегда очень аккуратным и найти ту золотую середину в объеме возможностей финансирования бюджетных трат с тем, чтобы, с одной стороны, бюджет был якорем устойчивости экономики и финансов, а, с другой стороны, бюджет был бы и инструментом для развития. Поэтому мы в последнее время проводили очень ответственную бюджетную политику. Ну, вы знаете, это бюджетные правила, это, значит, и низкий государственный долг, это бюджет, кстати говоря, бюджет, такой широкий инструмент, если посмотреть на финансовую систему. Бюджет участвовал в поддержке курса рубля до последнего момента, пока у нас были золотого, не соморожены золотовалютные резервы. Мы в рамках бюджетного правила, многие говорят, что зачем мы кубышку копили, на, значит, теперь половина из этой, точнее так, фонда национального благосостояния как честь золотовалютных резервов, заморожен. Но я хочу сказать следующее, что, во-первых, в рублевом эквиваленте мы нашу кубышку, которую мы копили, мы ее сейчас используем. Центральный банк нам прекрасно, так сказать, нас снабжает рублевыми средствами в рамках накопленных ресурсов фонда национального благосостояния. А с другой стороны, фонд национального благосостояния и бюджетные правила позволяли нам делать прогнозируемый курс рубля, потому что мы сверх доходы, получаемые от нефтегазового сектора, которые сегодня идут на расходы в полном объеме, в полном объеме. Раньше мы часть сверх доходов нефтегазового сектора направляли в фонд национального благосостояния, тем самым устанавливали прогнозируемость на валютном рынке, покупая излишки этой валюты в себе в резерв. Да, сегодня эти излишки валюты превратились в рубли, и Центральный банк нам предоставляет эти рубли для финансирования дополнительных расходов, которые сегодня нам очень требуются. Нам требуются расходы и на проекты наши, и на социальные мероприятия, да и на все спецоперации тоже требуются деньги. И эти деньги мы берем как из общей бюджетной казны, так и привлекаем средства как раз фонда национального благосостояния. Это тоже один из элементов того, что наша страна зависит, зависимо от сырьевой составляющей. Мы очень много экспортируем сырья на экспорт и будем продолжать дальше экспортировать. И получая от этого доходы федерального бюджета. Вопрос. Если бы не было бюджетных правил и не было бы фонда национального благосостояния, как бы мы действовали? И является ли это инструментом бюджетной устойчивости и независимости? Я точно могу сказать, что это ответ положительный. Да, именно так. Потому что сегодня конъюнктура хорошая на рынках сырья. Завтра она упала и просела в два-три раза. Денег нет. Откуда деньги брать? Откуда деньги брать? С рынка, вы скажете? На рынке, когда конъюнктура ухудшается и когда цены снижаются, нам будут давать по более высоким ставкам. Там будут давать, стремиться давать по более коротким срокам заимствования. И бюджет в этом плане всегда был такой контрцикличный. В хорошие, в тучные годы мы накапливали ресурсы. И дальше мы будем выстраивать такую же систему. Мы сейчас работаем над новой системой. А в худые годы, наоборот, брали из тех накопленных запасов. И вот этот баланс, он как раз был очень важный с точки зрения финансовой и бюджетной устойчивости. Кстати говоря, и небольшой уровень долга тоже является следствием бюджетной политики. И тоже является следствием того, что мы проводили ответственную здесь финансовую политику. Потому что у нас сегодня уровень долга, ну, там где-то 14% отвала внутреннего продукта. Многие говорят, а что так мало, надо было побольше. Вот в других странах 100%, и 200% даже есть. И ничего, живут же. Ну, живут, да, только вопрос расчетов по этим обязательствам. И кто у тебя является там кредитором? Внутренние кредиторы, банки? Или где-то даже и, значит, центральные банки? Или иностранцы? Вот у нас где-то в 14% ВВП, ну, где-то порядка там 3% иностранцев. И то сейчас, вот видите, начинаются дефолты, российская федерация может объявить и так далее. Да ничего, мы не будем никакие дефолты объявлять. Мы не собираемся, у нас и деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что расчеты по нашим долгам будут невозможны для России, ну, тогда они скажут, ну, вот видите, Россия не сможет заплатить по своим обязательствам. Но мы сможем заплатить. В качестве счета заплатим в рублях тем же самым иностранцам, если для нас будет закрыта западная инфраструктура. То, что вы знаете, наверное, да, что 25-го числа этого месяца у нас, так называемая, заканчивается лицензия на право расчетов по внешним долгам. Лицензию нам дали, да, дали право рассчитываться по долгам. Ну, это вот их демократические такие принципы. Мы вам даем право рассчитаться вам по долгам. 26-го числа скажут, нет, у вас такого права. Ну, а потом скажут, что, видите, Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит. Деньги у нас есть. Деньги есть. Вот. Поэтому вот такая западная демократия, знаете, для финансового сектора тоже имеет место быть. Имеет место быть. И поэтому, как раз, возвращаясь опять к нашей теме финансовой устойчивости, независимости, это очень важный вопрос. Поэтому вопрос бюджета, вопрос налоговой политики, вопрос финансовых рынков, вопрос приоритета расходов и объема возможностей бюджета. Все это очень важные элементы нашей политики финансовой независимости. Финансовой независимости. И поэтому, знаете, когда Минфин критикует о том, что Минфин постоянно не дает денег. Не так это. Не так. Потому что мы всегда выступаем за то, чтобы были правила возможности расходования бюджетных средств. Чтобы эти правила и чтобы объемы расходования средств были согласованы с Центральным банком. Чтобы эти объемы бюджетных средств не проводили к инфляции. Чтобы они не создавали избыточных обязательств, которые мы завтра не сможем выполнить. Всего не сможем, завтра не сможем. Это все может как раз негативно сказаться на финансовой устойчивости. Поэтому вопрос финансовой стабильности, финансовой устойчивости для Министерства финансов. Это один из принципиальных позиций в выработке бюджетной политики. Поэтому, когда говорят, что Минфин не дает денег, то не верьте этому. У Минфина есть деньги. Но мы всегда выступаем за то, чтобы эти деньги были в соответствии с возможностями. По одежке протягивая ножки. Я имею в виду и финансовая, это тоже принцип актуальный. Теперь несколько слов о развитии финансовой инфраструктуры. О развитии финансовой инфраструктуры. У нас с вами до 11.30 на выступление. Потом мы поговорим, обменяемся мнениями по этому вопросу. Мы с вами говорили о том, что что такое финансовая инфраструктура. Мы уже несколько моментов затронули относительно создания собственной системы, национальной системы платежных карт. Вот Ольга Николаевна, автор, да, я уже говорил, молодец. Вовремя, вовремя, 7 лет делали, да? Делали за год, а делали в 14-м году. Вот, да. Поэтому, коллеги, виза, мастер-карт, но есть только карточка МИР. Вот, если кого-то нужно имитировать, пожалуйста, Центральный банк вам без очереди эту карточку выдаст. Вот, поэтому карточка, смотрите, уже можно рассчитываться с 10 государствами. Мы сделали, так называемую, кабейджинговую систему с UnionPay. То есть это и UnionPay, и карточка МИР, собственная система, которая дает возможности рассчитываться в других странах мира. Действует еще и система быстрых платежей. И, значит, короче, система, национальная система платежных карт тоже один из важнейших элементов своей собственной независимой финансовой инфраструктуры. Если бы ее не было, у нас бы ходили только наличные деньги. Но это уже, конечно, прошлый век, и решение Центрального банка, решение руководства страны, создание такой альтернативы, значит, визе, мастер-карт, абсолютно сработал. Мы это с вами видим и с вами говорили. Теперь SWIFT тоже об этом. Два слова поговорим. Что такое SWIFT? SWIFT это не то, что между банками, значит, не проходят платежи, они проходят. Но финансовые сообщения о том, что это за платежка, для каких целей и так далее, это вот обеспечивает эта система. Создали собственную систему SWIFT. Кстати говоря, таких систем, что национальная система платежных карт, свои собственные карточки, да, или национальная система по расчетам и передаче финансовых сообщений, типа SWIFT, существует далеко не во всех странах. Это городичное количество стран. Китай есть, Россия есть, ну, где еще, из каких стран, просто я хочу сказать, что это те страны, которые именно заботятся о своей собственной финансовой независимости. И это очень важно, потому что, понимая, что, значит, независимая политика страны не всем нравится, и, как мы уже вначале с вами говорили, приводит к тому, что могут быть, значит, введены определенные ограничения, в том числе и финансовые, в нас стимулируют для того, чтобы создавать свою собственную независимую систему передачи финансовых сообщений, типа SWIFT. И ее создание в нынешний момент начало еще больше, так сказать, быть востребовано, потому что передача финансовых сообщений между Россией и нашими торговыми агентами начала осуществляться, помимо теперь SWIFT, через национальную систему платежных карт. У нас где-то уже около 12 стран, 12 стран, включая там банки Казахстана, Германии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, принимают эту систему и вполне, так сказать, она заменяет те системы, по которым у нас введены ограничения. Еще раз повторюсь, это независимость, наша независимость. Теперь несколько слов я хотел бы сказать, остановиться на расчетах в национальных валютах. Что получается? Расчеты в долларах и евро для нас стали токсичны. Мы, как государство, что Центральный банк, что Министерство финансов, мы не рассчитываемся уже в этих валютах и наоборот стремимся избежать владения этими валютами. Мало того, что у нас сейчас санкции есть, во-вторых, у нас существует постоянно теперь риск заморозки. Если мы раньше хранили резервы в свободно конвертируемых или резервных валютах, так и назывались, считалось, что они надежные, что они быстро ликвидные, высоколиквидные, оказалось, что это не так. И не только Российская Федерация, но и другие страны теперь уже задумываются, надо ли использовать эти валюты в своих расчетах и в золотовалютных резервах хранить свои активы. Потому что, если вдруг действия одной страны не понравятся другим странам, то этих резервов может и не быть. Вот так, что, видите, как, сказать, произошло. Поэтому расчеты в национальных валютах наш теперь новый, так сказать, он и был трендом, но активно сейчас развиваем. Потому что торговые отношения с другими странами, если будут развиваться с помощью так называемых резервных валют, которые могут подлежать заморозке, они все эти валюты проходят через коммерческие банки тех стран, где эти валюты имитированы. Если мы рассчитываемся в долларах, то валюта обязательно, то есть расчеты проходят обязательно через банки американские. Если в евро, через европейские банки, где всегда могут поставить стоп, и эти расчеты прекратятся. Поэтому расчеты в рублях, в юанях, в тенге, в рупиях, со всеми теми торговыми партнерами, которыми мы ведем нашу торговлю, вот выход из этой ситуации. Во-первых, это безопасность от различных родов заморозок, это неподконтрольность западной инфраструктуры, которая сейчас уже стала враждебной для нас, по сути дела она не проводит наши платежи, это и надежность исполнения платежей. Поэтому расчеты в рублях для нас это будет сейчас, это будет системой только развиваться. Что сделать, конечно, чтобы наша валюта была так же востребована, как доллары, евро, другие, другие, как раньше говорили, резервные валюты. Конечно, это зависит от объема экономики страны, в первую очередь, от объема торговых отношений этой страны со всем миром, потому что чем больше ты торгуешь, тем больше экономика у тебя страны, тем больше ты торгуешь. Чем больше торгуешь, тем больше требуется расчета. И, соответственно, в этих условиях будут востребованы и наши, так сказать, рублевые денежные знаки. Да, действительно, мы хранили наши золото-валютные резервы, помимо активов в юанях, в золоте, в других так называемых сегодня уже дружественных валютах дружественных странах, ходили и в западных валютах. Ну, что получилось, то получилось. Поэтому, еще раз повторюсь, что финансовый суверенитет, финансовый суверенитет, это и независимость в расчетах, надежность наших денежных единиц и надежность расчетов за торгово-экономические инвестиционные соглашения. Поэтому это тоже один из элементов расчета национальных валют, устойчивости нашей валюты. Это один из элементов финансовой устойчивости и независимости государства. Так, теперь еще несколько слов о мерах, которые мы приняли как меры, обеспечивающие стабильность финансовой системы в условиях тех ограничений, с которыми мы живем уже третий месяц. Кстати говоря, это тоже, на наш взгляд, один из элементов действий страны в непростых условиях. Что произошло? На нас ввели очень, ну, знаете, еще раз повторюсь, может быть, очень сложные санкции. Помимо того, что заморозили золото-валютные резервы, отключили целый ряд банков от системы SWIFT, значит, ограничили расчеты в валюте, торговые ограничения ввели, логистические, импортные и так далее. На самом деле это очень серьезно, конечно, ударяет по экономике, по стабильности финансовой системы. Но те меры, которые мы быстро приняли, дали тот результат, который мы сейчас имеем, а именно, дефляция снижается, курс сегодня стабильный и курс вышел даже на более крепкие позиции, чем до проведения спецопераций, до введения санкций. Бюджет сегодня наполняется как бы в плановом объеме, даже мы сверхплановые доходы теперь направляем на поддержку экономики. То есть мы, несмотря на все ограничения, несмотря на все покушения на наш финансовый суверенитет, что сделали? Первое. Для нас стали недоступны часть золотовалютных резервов. Мы, в свою очередь, ограничили те активы, которые иностранные инвесторы вложили в нашу страну. Вы заморозили там, мы заморозили здесь. Многие иностранцы захотели выйти из нашей страны и вывезти свои активы, в том числе и валютные. Мы сказали нет, поставили стоп на вывод этих активов с тем, чтобы стабилизировать финансы, с тем, чтобы стабилизировать курс, платежный баланс. И мы видим, что это сработало. Это сработало, курсы у нас стабильны, мы об этом уже говорили. Мы дополнительными доходами, которые сегодня бюджет получает от того, что мы прекратили формировать наш фонд национального благосостояния, который сегодня у нас существует только в рублевом эквиваленте, те дополнительные доходы направили на поддержку экономики, людей, предприятий. И это тоже дало свой результат. Мы видим, что у нас, слава богу, все трудятся, люди заняты. На улице, если и какие-то предприятия закрываются, мы трудоустраиваем этих людей, переобучаем их по новым профессиям. Это все требует дополнительных ресурсов, все требует дополнительных денег. И вот быстрый маневр в расходах, который провело правительство, сработало. И мы видим, что экономика, которая предрекала падение, там, чуть ли не на 15-20%, реагирует в этих условиях совершенно по-другому. Да, у нас будет падение экономики. Да, конечно, мы не можем не отреагировать, наша экономика не может не отреагировать на все эти ограничения. Но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки. Мы сейчас уже, имея возможности, вот это первый шок, значит, мы считаем, как бы прошел, хотя там все эти пакеты до сих пор готовятся, санкции, ну, как бы черт с ними. Мы сейчас уже пошли на то, чтобы снимать те ограничения, которые, значит, были введены как меры экстренного реагирования. Это и сейчас происходит либерализация определенной продажи валютной выручки. Мы вернулись к обязательной продаже валютной выручки, помните, там 80%, да, сейчас, значит, приняли решение о том, чтобы уменьшать эти продажи на сумму погашения долгов перед российскими банками. Мы для отдельных компаний, у нас есть инструмент, даже устанавливаем более низкие уровни этой продажи. Мы сейчас ослабили условия перевода граждан валюты за рубеж, да, увеличили объем, Центральный банк увеличил объем таких средств, которые могут быть выведены гражданами. То есть, сняты всякие ограничения комиссии по конвертации. В любом случае, идем к тому, чтобы постепенно нормализовывать систему тех, так сказать, ограничений, которые были введены как экстренная мера реагирования. Теперь, какие меры мы приняли, я об этом уже с вами сказал. Значит, несколько слов заключения, наверное, уже время подходит к тому, чтобы, значит, нам с вами поговорить уже и ответить на вопросы. Что хотелось бы с завершением сказать? Что финансовый суверенитет, финансовая независимость, она, это не зараза, что называется, решается. Это проблема, которой нужно принимать целый ряд шагов предварительно. И мы это делали. Финансовая стабильность, финансовая независимость обеспечивают бюджет, как мы говорили, курс, плавающий курс, финансовые институты и финансовая инфраструктура. Это то, что нужно было создавать и то, к чему Российская Федерация подготовилась. Суверенитет – это не изоляция, коллеги. Нельзя говорить о том, что мы теперь сейчас закроемся, поставим стены и будем жить внутри. Нет. Финансовый суверенитет – это, в первую очередь, безопасность и стабильность от различного рода внешних факторов воздействия. Поэтому к такому роду внешних воздействий мы должны быть готовы. И мы к этому готовились. И те испытания, которые сейчас в ближайшие последние два месяца у нас происходят, мне кажется, что мы выдержали. И благодаря Центральному банку, благодаря тем действиям правительства, которые были приняты заранее, и благодаря тем бюджетным принципам, правилам, которым мы жили в последние годы, мы преодолели те санкции, ограничения, жесточайшие санкции, которыми другие страны просто даже и не сталкивались. Понимаете, другие страны не сталкивались. Тем не менее, мы через свою собственную финансовую систему, через устойчивость к финансовой системе, мы преодолели эти все негативы. И уверен, что разумность в финансах, разумность в проведении денежной и кредитной политики, бюджетной политики позволит нам и дальше точно так же выдерживать любые самые сложные ограничения, к сожалению, с которыми нам придется сталкиваться. Но все эти ограничения – это результат нашей независимой политики и результат того, что наша страна проводит свой собственный курс. Мы не под кого, что называется, не подстраиваемся, мы проводим свою собственную политику, которая нам необходима для реализации собственных решений, собственных задач, для поддержки наших граждан, для поддержки наших людей, предприятий, экономики. И такую политику будем и дальше проводить. А финансовый суверенитет – это основа независимости проведения внешней политики, экономической политики. И финансовый суверенитет мы и дальше будем крепить. Спасибо. Спасибо большое, Антон Германович, за такой подробный рассказ, за то, что вы разложили все по полочкам и по темам, потому что это сейчас очень важно об этом говорить. Кому-то может казаться, что он не интересуется экономикой, но экономика всегда интересуется нами. Поэтому, мне кажется, сейчас мы увидим подтверждение в вопросах из зала тем, что нынешней молодежи важно понимать, что же происходит с экономикой, с экономическими процессами. Поэтому, пожалуйста, у кого есть вопросы, поднимайте руки и задавайте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Здравствуйте. Никита, Российский государственный педагогический институт имени Герсова. Как санкции влияют на финансовое состояние России и какой положительный аспект можно в этом найти? Мне кажется, я всю лекцию про это и говорил только. Возможно, молодой человек просто чуть позже присоединился. Давайте следующий вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот вторая часть вопроса очень важная. Смотрите, вопрос был такой. И как бы последствия этих санкций, какой вывод мы должны сделать от этого? Вывод очень простой. Вывод, мы об этом еще раз говорим, я повторюсь просто. Хочешь проводить независимую политику, будь готов к тому, что ты должен быть независимым с точки зрения внешних воздействий. С чем мы сейчас столкнулись и что нас очень сильно беспокоит? Мы столкнулись с тем, что те ограничения, которые были введены в отношении России, в первую очередь технологические, нам быстро не решили. А именно, казалось бы, мы развивали производство. Мы развивали, ну взять, предположим, те же самые авиастроения или машиностроение, автомобилестроение. Казалось бы, столько предприятий, столько производства открыто. Вот взять машиностроение с иностранными компаниями, с иностранными предприятиями. Казалось бы, 90% автомобиль состоит из наших локализованных частей, запчастей и локализованных составляющих. Закрыли 10%, а где-то бывает даже 1% нет. Понимаете? Нет 1% нет изделий, нет товара. Или то же самое самолетостроение, делай свое. Суперджет, МС-21, запчасти иностранные. Больше, меньше в одном, в другом самолете. Но тем не менее, получается так, что мы жили в неких иллюзиях. А всегда думали, и это, наверное, и раньше, то есть это правильно, когда мы участники Международной Кооперации Труда. Какая-то страна, какое-то предприятие делает деталь, там, не знаю, коробку передач для автомобиля лучше, чем это сделают в России. Да, действительно так. Кто-то делает двигатель, в основном, или какую-то там, не знаю, свечу зажигания для автомобиля лучше, чем это сделается в России. Но, получается, что, если мы идем на Международную Кооперацию Труда, то тогда вопросы и экономической устойчивости, и самостоятельности, они тогда по-другому даже в другом ракурсе рассматриваются. Смотрите на Китай. Вот, кстати говоря, очень разумный подход. У них практически все свое локализовано. Все свое локализовано. И нам нужно было к этому более быстрыми темпами идти. Вывод какой? О том, что все-таки, еще раз говорю, не замыкаясь, но основываться надо на своем собственном экономическом и производственном потенциале. Это вот очень важно. По критическим технологиям. По критическим технологиям. Взять вот ту же самую радиоэлектронику. Вот эти чипы, которых сейчас нет нигде. Ну, у нас был какой-то задел еще в советское, постсоветское время. Где он? Мы его растеряли. Почему? Потому что есть китайские, малазийские производители, которые производят это на весь мир. Цена одного изделия дешевле, чем в России была бы. И мы ориентировались на эти рынки. Мы покупали дешевле. Но в какой-то момент нам сказали, все, вы теперь извините, но мы вам поставлять не будем. Это вот как раз суверенитет. Есть такие моменты по критическим товарным позициям, по которым нам надо свое собственное производство иметь. Пусть оно будет дороже. Пусть это будет, может быть, даже не того качества, как существует в лучших экземплярах на рынке. Но это будет свое. И мы можем продолжить развивать потом это. Мы можем использовать, значит, эти, ну, как сказать, изделия в своем собственном конечном производстве. Вот на чем надо сейчас думать. И я уверен, что вот эти все ограничения и санкции сейчас нас подвигают, мы большие деньги уже выделяем на это дело, в том, чтобы наладить свои собственные компетенции, технологии для того, чтобы быть и независимым с точки зрения производства конечных изделий, конечных продуктов. Это первое. Второе. Конечно, сейчас многие западные компании уходят. И если, как мы говорим, ну, уже все знают, что кризис – это иного возможности. Ничего страшного. Уходят мы, если там нет еще раз вот таких высокотехнологичных, значит, компонентов, которые, по которым нам нужно будет постараться их, так сказать, запустить в себя. Ничего страшного, там компаники-то уходят, Макдональдс уходят. Ну, наше будет предприятие общепита, что-то так называемое, да. И ничего страшного, господи, будет еще вкуснее, еще доступнее. Поэтому в этом как раз будет и наш дополнительный стимул для новых предпринимателей, для новых бизнесов. В этом и наши новые возможности. А сейчас я предлагаю предоставить право молодому человеку, да, задать вопрос. Я напомню, что во время предыдущей дискуссии он уже получил от Ольги Николаевны, которая сидит в первом ряду, предложение присоединиться к рабочей группе. Возможно, и от Антона Германовича ты сейчас тоже получишь предложение поработать в Министерстве финансов. Присоединяйтесь. Меня зовут Давид, я студент СПБК, заодно преподаю основу финансовой грамотности школьникам. Вот такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как финансовый суверенитет связан с экономической безопасностью? И вот как говорил Ольга Николаевна, с цифровой безопасностью государства и каждого гражданина в отдельности. Спасибо большое за вашу. Спасибо большое. А что Ольга Николаевна отвечала? Ну, мы, мне кажется, с вами говорили о том, что финансовый суверенитет и экономическая безопасность, они друг без друга не живут. Поэтому это финансовый суверенитет элемент экономической безопасности, если так говорить. Теперь, что касается цифровой безопасности. Глава, наверное, говорила про цифровизацию, о том, что, в том числе и цифровые валюты, наверняка, говорила о том, что, наверняка, я не знаю, еще раз я не слышал, о том, что цифровизация в нашей повседневной жизни и вообще в финансовом секторе, ну, это элемент конкурентоспособности ее и не только в мировом, как сказать, масштабе, но и непосредственно предоставление новых сервисов для граждан, о чем вот вы как раз говорите, для людей и так далее. Ну, не знаю, взять, предположим, финтех, если мы возьмем, значит, новые компании финансовые, которые занимаются вместе с банками и, значит, так называемые открытые данные, открытые API, так называемые. То есть ты можешь обратиться в компанию, и она тебе найдет лучшее место, где ты можешь разместить свой депозит, лучшие ставки по кредитам, и тебе не нужно будет обращаться даже в банк. Это новый сервис такой, да, значит, это новые сервисы, которые позволяют давать больше услуг потребителям, в данном случае граждан, с точки зрения получения финансовых услуг. Или взять, предположим, то же самое, не знаю, искусственный интеллект в банках финансовых, да, у нас Герман Оскович Греф очень любит использовать этот термин, говорит, что у нас есть фабрика в выдаче кредитов малому бизнесу, там принимают решение искусственный интеллект. Не нужно сотрудников иметь, да, все объективно, никто там своим дружкам, что называется, не даст по пониженной ставке, вот, поэтому привлечение новых технологий, привлечение искусственного интеллекта в финансовой сфере тоже позволяет сокращать издержки и повышать качество обслуживания, значит, участников использования финансовой инфраструктуры. Цифровый рубль, то же самое, о чем сейчас Центральный банк, о чем работает, тоже позволит создать надежность, надежность в сбережениях и так далее, и удобность расширить сервисы. Поэтому цифровизация в нашей жизни, это без этого просто никуда. И вопрос, кто быстрее идет по этой дорожке, тот и более конкурентоспособный будет.